Друзья, всем привет, серферы и бездельники, политически экзальтированные девианты. Продолжаем наши эфиры. И сегодня в гостях гость, который хорошо разбирается в политической экзальтации, Игорь Попов. Добрый день. И начнем мы с таких главных, я думаю, событий, которые сейчас касаются непосредственно ближайших перспектив Украины, это вот эта конфигурация, которая сейчас складывается для Украины во внешней политике. Потому что мы видели, вот только что прошел визит Зеленского в Германию, где он встречался с Меркель. Меркель сейчас поехала в Соединенные Штаты. Готовится визит Зеленского в Штаты и, соответственно, встреча с Байденом. И пока вот те сигналы, которые идут из западных столиц, они, ну, в общем-то, для Украины, как мне кажется, выглядят достаточно проблематично и даже угрожающе. Начнем, наверное, с твоей характеристики итогов визита Зеленского в Германию. Как ты что-то считаешь там главным, что ты увидел? Не было совместного коммуника, стороны обменялись планами. И для меня показательны были заявления как Меркель, так и Зеленского о возврате фактических с Минским соглашением. То есть в последнее время мы думали, что о них уже забыли, а оказывается, что как минимум Германия видит будущее Украины в том, что Украина должна выполнять дословно Минское соглашение, то есть федерация, особый статус, как бы не понимая к тем внутренним проблемам, которые это приведет. То есть получается наверняка произошла очередная коммуникация между русскими и немцами и взамен на то, что Россия отозвала войска, а Германия, возможно еще кто-то опять, то ли дали надежду, то ли пообещали, что они принудят Украину все-таки опять выполнять Минские соглашения. Ну смотри, Зеленский на этой встрече при этом тоже в общем-то вел себя достаточно, ну скажем так, не дипломатично. Потому что если ты обратил внимание, в ходе этой пресс-конференции он не побоялся пойти на то, чтобы выдвинуть позиции, контраргументы, которые как-то выглядели несогласованными, то есть стороны не пытались скрыть, что у них есть расхождение. Когда Зеленский говорил по поводу Северного потока и что его необходимо по эту проблему включить, проблему энергетики включить в рамки переговора нормандского формата, Меркель тут же говорил о том, что нет-нет, энергетика это что-то другое, ну вот как-то оно не вяжется. И Зеленский тут же ввел этот аргумент по поводу того, что ну как же, мы же поставляем газ в Орло, что было достаточно таким смешным аргументом, поскольку с 19 года там ничего не поставляется. И вот мне кажется, что в принципе у Зеленского сейчас такая вот ситуация, ну вхождение в какое-то состояние ваты. Знаешь, когда ты окажешься в комнате отбитой ватой, там да, ты кричишь, оттуда ничего не слышно. И вот наши западные партнеры, они видя, что Украина не может выдвинуть какой-то, какой-то содержательный план по поводу того, как вот из этого всего выходить, и имея вал своих проблем, они начинают вот приходить к пониманию того, что проще навязать вот какой-то свой формат, выгодный им. И пока все выглядит так, что все идет именно в этом направлении. Как ты считаешь? Ну сейчас может закончиться эпоха большой лжи, потому что в мире пересдаются карты. Ковид подтолкнул очень многие процессы. Ковид добил глобализацию, которая развивалась, сейчас пошла просто в тартары. Сейчас каждый за себя. И в этой раздаче где окажется Украина? А Украина входит в эту большую перерасдачу, довольно бедной. Мировые массивные центры напечатали кучу денег, и они могут там купить за вот такие части денег Украину. Украина потеряла трубу, то есть главный геополитический рычаг. У нас же был труба, вот если вы там не будете защищать, труба взорвется, и вы там в Германии все замерзнете. После достройки Северного потока-2 этот рычаг пропадает. Кроме того, пропадают еще действительно два ярда каждый год прибыли, которые мы за транзит получали. До 2024 года договор есть, но они же могут этот договор и нарушить. Или какие-то неизвестные партизаны повредят трубу, и все. И пока их будут ремонтировать, все равно не будет ни газа, ни денег. Как с Туркменией было, по-моему, в 2006 году? Ну помнишь, когда Туркмения же поставляла газ в Европу, и там произошло что-то, что... Ну как бы замещаемое. На самом деле она поставляла в России, в России свой поставляла в Европу, а потом как-то все это завалилось. И Украина входит, получается, почти без козырей. И поэтому делать красивый вид и повторять ту ложь, которая звучала последние десять лет, возьмите нас куда-то, и они говорят, ну двери вообще-то открыты, ну там на дверях там решетка, колючая проволока, все остальное, но это не важно, а вы дальше стучитесь. То есть тут Зеленский со своей как бы простотой и несистемностью начинает ставить довольно жесткие и довольно циничные вопросы. Типа вы нас в НАТО и ЕС берете, чтобы взять, что мы должны сделать раз-два-три. Там не привыкли к такому, и там ответили уже прямо, не берем, и даже и раз-два-три даже вам писать не будем, потому что вы сдуру сделаете, вас придется взять. И тут мы упираемся еще вообще в очень большой вопрос, который часто звучит в разных компаниях, а что от нас Запад хочет. И тут вот по мне было два больших подхода, и один сейчас начинает доминировать. Два подхода было, один был, нас забирают, включают контур безопасности, то есть членам НАТО, и за нас вписываются, расставляют тут, значит, базы, и все за нас воюют. И нас включают в экономический контур, то есть включают Евросоюз, дают нам структурные фонды, мы тут развиваемся, в нас вкладывают бабки. Второй подход был, нет, держать Украину как буфер между цивилизованным Западом и Россией. После 2008 года, когда Россия уже подросла, второй подход начал доминировать, потому что все больше людей на Западе боялись. Россия понимали, что Украину включить в контуры, это красные линии, большая война, и давайте лучше этого не делать. Сейчас это звучит прямо, в члены нас не берут. И тут пора разделять теперь евроинтеграцию, которую я бы лучше назвал вестернизацию, то что мы сами тут что-то добиваем, какие-то совковые атовизмы, которые уже не работают все равно, и берем лучшие практики Запада, в себя их строим, то что нам выгодно. И собственно членство, что было бы нам гораздо более выгодно, но по членству нам уже говорят, нет, еще раз нет, приходите завтра. Это не означает, что нет, совсем нет, но на сегодня просто рассчитывать и говорить о членстве просто нет смысла никакого. Соответственно, у нас должна меняться политика. Если у нас нет никаких перспектив членства, мы это хорошо понимаем, то мы должны, как мне кажется, говорить, ну окей, тогда мы ведем с вами переговоры, как равны с равными. То есть, условно говоря, если ты хочешь куда-то попасть, то тебе могут выдвигать какие-то дополнительные требования. А если тебя туда не пускают, то происходит тот же самый поворот, как произошел с Турцией. Помнишь же, Турция стояла долго в предбаннике Европейского Союза, потом Эрдоган понял, что это какой-то вечный развод. И он сказал, ну окей, тогда вот мы играем теперь так и начинаем открывать заслуги, там то с мигрантами, там то еще какие-то проблемы. Ну то есть, он начал вести более самостоятельную политику и естественно Европа начала там шевелиться, искать где найти возможности компромисса того или иного. Вот. То есть, мне кажется, что об этом уже нужно говорить открыто. И мы, ну такие люди, как ты, я там, и наши коллеги, должны об этом говорить открыто, что ну давайте, давайте выступать за прагматизацию внешней политики, внутренней политики и вот выкинуть этот фетиш, значит, евроинтеграции, который, ну все, он закончился. Более того, ты сказал, что вопрос вестернизации там сейчас актуальный. Да даже это, сейчас сложно понять, насколько даже вестернизация актуальна. Это не все брать. То, что нам выгодно, мы видим, оно работает. У нас такая же штука не работает. Хорошо, это мы заменяем. Но действительно вести переговоры, где мы в этих всех раскладах. Сейчас Запад на пороге или уже в процессе большой сделки с Россией. Запад получает то, что Россия там отвела войска. Запад получает то, что Россия вписывается в все эти зеленые соглашения, климатические ограничения, выбросы углекислого газа и так далее. Россия подписалась. Это большая тема для демократов американских, для европейцев, для Франции. То есть она свое получает. Россия получает тоже свое. Россия получила беспроблемный Северный поток-2. Россией пообещали, что Украине даже ПДЩ не дают. Все, Россия тоже что-то получила. Что мы получили? Мы потеряли трубу, мы потеряли доходы от транзита. Что еще мы получаем в этом большом раскладе? Вот Зеленский поехал и говорить. Вы там о нас договорились. Где мои комиссионные? Что вы нам дадите? Просто просить бабки понятно, что тупо. Они нам не должны ничего. Но с тем же МВФ максимум, что они могут дать это 700 миллионов долларов кредита до конца года. Так у нас из-за роста цен на руду и зерно будет плюс 7, плюс 10 ярдов по торговому балансу. Нам эти 700 миллионов что-то делать. Окей, что мы за это должны сделать? Ты такой список хотела? Ну стоят ли они того? И тогда может действительно, как фирме «Слуга народа», ну не то что совсем уж послать, но сказать, мы тогда как-то справимся пока. Ну да, и без вашего кредита. Что нам еще могут дать? Под 7% годовых частные кредиты? Так под 7% сейчас денег столько напечатано, очередь будет стоять, если ты готов 7% по купону платить. Или там по ВГЗ мы там готовы 12% платить. Очереди стоит, действительно, потому что денег в мире хватает. Что нам еще дают? Оружие нам не дают. Нам дают еще торговые преференции новые в Европу? Тоже не дают. Что нам дают? Соответственно, если перейти на циничный язык, то берем список требований МВФ, список требований семерки и начинаем смотреть. Окей, вы хотите призначить своего руководителя специализованной антикоррупционной прокуратуры. Ну, либо вы призначите нам совсем комиссара Катанью, который всех посадит, назначаете нам каких-то совсем других персонажей. Либо тогда, а что взамен? Мы своего поставим, может, хоть кого-то посадят. Тогда можно пересматривать каждый критерий. А зачем нам это надо? Потому что нам критерии выдвигают. Ратифицируйте Стамбульскую конвенцию. Нафига? Там же не о насилии. В семье мы же понимаем, там о термине гендер, о том, что люди будут классифицироваться не кто как родился, а кто как себя назвал. Окей, эта тема есть на Западе. У нас общество вообще архаично, оно этого не хочет. Если общество ломать через колено, что взамен? Сто процентов. Если взамен членство через два года, как с безвизом было, 168 вопросов решили, мы вам дадим безвиз. Безвиз обалденная вещь, мы только за. Да, сейчас из-за ковида накрылся, но надеемся, что не окончательно. Но Зеленский же и говорил, напишите нам 168 вопросов, не вопрос, но мы же должны посмотреть. Если у вас нет таких вопросов и нет света в конце туннеля, тогда в Евросоюзе есть такой принцип more for more, больше за больше. Вот одна сторона шаг сделала другая. Так вот, он и пытается сказать, так вы же хоть какие-то шаги делаете, а не просто глубокая беспокоенность и разделение ценностей и открытые двери. Как-то более конкретно. Смотри, в этой логике вот звонок Зеленского к Китаю, он тогда вполне логичен, потому что, ну, мы как-то вообще в Украине, Китай уходил из фокуса. Янукович попытался там в свое время Китай подтянуть и большие проекты намечались, миллиардные там, да. Но по всем известным причинам это все навернулось медным тазом. Мы оказались с долгами относительно Китая. Китай нас внес там в свою красную зону для бизнеса. И там алярм за алярмом как бы там для нашего руководства звучит. И вполне возможно, что он позвонил там не только для того, чтобы там пугануть, как они думают там на банковой, значит, Штаты, что мы, дескать, сейчас вот рванем как бы в сторону Китая. Это очень смешная, как мне кажется, концепция, что мы там сейчас вот что-то можем предложить Китаю такое, что приведет в узор с американцами. Тем более, что Китай смотрит на нас как, значит, государство, которое находится в зоне влияния России. С Россией у него все сейчас более-менее неплохо. И в контексте больших игр между Штатами России и Китаем понятно, что Китай будет делать все, чтобы Россия была удовлетворена, поскольку ему не нужно, чтобы Россия перебежала в сторону Штатов. И то же самое со стороны Штатов. Штаты понимают, что если Россия там хочет, чтобы Украина была в зоне влияния, значит, Кремля, то, соответственно, в том или ином формате, я думаю, что они готовы это дать. Не сдавать все, но вот там, чтобы, как Финляндия там в свое время оказалась после Второй мировой войны, что суверенитет не нарушается, но фактически экономически страна в значительной степени зависит от рынка СССР. И с точки зрения безопасности она вообще никаких шагов не делает, чтобы попасть в зону безопасности Запада. Но, тем не менее, как Украина может маневрировать на китайском направлении, вообще на азиатском направлении? Потому что есть еще Индия, которая абсолютно недооценена, хотя МИД в определенные шаги серьезное делал на протяжении последнего полугода наш. Ну, Индия экспансию не ведет. А Китай запланировал довольно большую глобальную экспансию. Один пояс, один путь – это и инвестиции, и один путь подразумевается, что мы же все одной дорогой идем, товарищи. В Украине у Китая куча интересов. В Украине Китай с удовольствием купит слегка землю. У них вопросы по сельскому хозяйству, по продуктах. В Украине Китай с удовольствием купит порты. Он может новые глубоководные порты построить и пустить часть трафика всех этих контейнеров через свои порты. Острова и порты покупают в Греции даже. В Украине Китай готов дальше скупать остатки советского бронпрома. Моторсич это доказал. Соответственно, Китай готов платить реальные деньги. Вопрос по ценностям. То есть, китайские деньги, они тоже не идеальные, они простые. Во-первых, они все дают по своих подрядчикам. Во-вторых, просят госгарантии забирать все эти долги. Но политических вопросов, как бы назначить своего специализированного антикоррупционного прокурора, они не ставят. И поэтому, в принципе, можно тогда сравнивать, что нам дает одна сторона, что нам дает другая сторона. И не просто я вот позвонил Си Цзиньпину, я еще раз позвоню. Это, конечно, слишком инфантильно. Но говорить, что вот китайцы нам предлагают вот это. Вот купить вот это, вот это, вот это. Мы, конечно, любим наших западных партнеров. Мы им действительно благодарны за всю ту поддержку, которая оказывалась. Но не хотят ли они все то же самое купить за те же деньги? Тогда это будет хорошо. Потому что подход вы моторсич китайцам не продавайте. Пускай она заржавеет. Это какой-то неправильный подход. Там 20 тысяч человек работало. Она приносила и доходы, и налоги, и все остальное. Была одним из градообразующих предприятий. До сих пор вопрос подвешен. И заказов там нет. Соответственно, у Китая можно собрать список вопросов. Они известны. Они известны нашей разведке, американской разведке, посольству. Все знают китайские интересы здесь. 5G они готовы ставить. Они готовы бесплатно там поменять всю компьютерную технику в Кабмине. Естественно, получить свой вход через задние двери. Они готовы серверах Huawei поставить, вышки. Много чего готовы. Но мы можем сказать, да, мы рассмотрели это предложение. Есть ли конкурентное предложение от противоположной стороны? Потому что понятно, что конкуренция экономическая и в ближайшей перспективе конкуренция военная будет между США и Китаем. И обоих пустить мы не можем. То есть, чтобы они еще стыкались на нашей территории, они друг друга задушат. Это происходит сейчас в Австралии. Там американские и китайские интересы бодаются. И Австралию трясет политически. То есть, нам это пока не надо. Но надо сравнивать. Не просто кто больше, а в комплексе. Ну смотри, вот сейчас Украина достаточно серьезно зависит от Штатов. В плане, скажем так, экономически мы слабо со Штатами. У нас нет торговли. С Китаем у нас первое место по торговле. Штатами не торгуем. По большому счету, эта зависимость определялась политикой в сфере политики безопасности. Где Украина выступала в роли такого шила, которое в жопу России можно штрикать. И в задницу Германии. То есть, на два фронта туда. Чтобы держать их всех в тонусе. Но при этом Штатам это обходилось достаточно дешево. Потому что ту военную помощь, которую они нам оказывали. И какие-то на уровне международных структур действия. Оно все, конечно, ценно. Но по большому счету, это вообще копейки по сравнению с тем, что в Афганистан Штаты вливали. Для того, чтобы удержаться. То есть, там потрачены были 2 триллиона или 2 триллиона долларов. В Ираке тоже самое. В Египет, Израиль. Есть масса примеров. Которые показывают, что там, где Штаты системно действуют, то они системно листают. И поэтому мне сегодня одна из подписчиц написала гневный коммент. Я выставил вот этот пост по поводу Китая, Штатов. И она написала, вот мы занимаем очень важную роль в политике безопасности Запада. Но, к сожалению, почему-то они не готовы за это платить. Я написал комментарий. Если ответ, а если они не готовы платить, то, может быть, мы занимаем не такую важную роль, как нам кажется. Поэтому, вот как ты думаешь, в принципе, с чем должен ехать Зеленский? С какой повесткой он должен ехать к Байдену? Вот то, что ты сказал, буквально так вот и говорить? Или что еще мы можем предложить Штатам в контексте их маневров по России, учитывая их противоборство с Китаем? Когда Россия такой джокер, который они пытаются перетянуть на свою сторону, чтобы создать китайцам дополнительные проблемы и вытягивать из них дополнительные ресурсы. Ну, если не создать проблемы, то хотя бы торможение российско-китайского сотрудничества, это уже большой оффе в сторону американцев. Я думаю, что какие-то такие договоренности могли быть достигнуты. С чем Украине ехать? Украине ехать с инициативами, инициативами по Донбассу. А как наша власть видит в ближайшие 5-10 лет, что делать с Донбассом? Иначе нам скажут, да, давайте завтра проводите выборы, значит, строите федерацию. Но мы не готовы завтра на самом деле, у нас тут вообще пойдет все всяк наперекосяк. Но надо ехать своим планом. Звучит план Б. Окей, давайте тогда мы нарисуем план Б. Где будет написано, что не, политическая интеграция на сегодня это риски для внутренней политической стабильности Украины. И поэтому давайте мы акцентируемся сейчас на гуманитарке, экономике и безопасности. Мы действительно перестаем стрелять, мы открываем все КПВВ, мы снимаем нафиг блокаду, там торгуем и строим второе Приднестровье. Это хуже, чем, конечно, они вернулись на наших условиях, но это более реально. Из всех невозможных вариантов этот хоть самый возможный и самый реалистичный. И он хоть снижает градус военного напряжения. То есть вот Приднестровье сейчас растолкать, чтобы они начали воевать, очень трудно. У всех по два паспорта, все торгуют, все друг другу платят какие-то там субсидии, пенсии и так далее. Две страны, две системы, но они друг другу даже на футбол ездят, политическое руководство, они уже помирились. Это лучше, чем то, что у нас сейчас строят второй Карабах, когда друг на друга только смотрят в прицел и хватает одной спички, что опять началась большая заваруха. Вот этого нам не надо. Надо ехать с этой инициативой, надо готовить общество тогда, что это еще не стена, это ни в коем случае не стена. Но поскольку те не готовы на наших условиях, мы не готовы на русских условиях, давайте мы как-то гибридный вариант придумаем. Это звучит хоть где-то? Нигде не звучит. То есть мы просим невозможного и обижаемся, что оно не реализуется. Притом просим или требуем как у русских, так просим и у Запада. Это по Донбассу. По энергетике, ну тоже, просите, давайте вы все-таки закроете Северный поток-2, решение уже принято, нам прямо сказали. То есть просить бесполезно. Дайте нам, чтобы не обижались, два ярда кэшем. Они не должны, они тоже этого не понимают. Да, надо ехать с каким-то вариантом, давайте мы эту трубу приватизируем, тогда она будет и ваша, и наша, и даже русских. Все вместе будем зарабатывать, если это единственный шанс, чтобы она наполнялась, и чтобы нам от двух ярдов хоть один капал. Давайте тогда это делаем. Опять же, давайте готовить общество к этому. Понижать ставки за транзит. Ну, понижать ставки, как Санса начала и говорил, что давайте выиграть по коммерческим правилам. Мы понижаем ставки за транзит, для того, чтобы было выгоднее качать через наши. Чем через Северный поток-2. И европейский бизнес будет смотреть, ну да, если получается выгоднее, то почему нет. То есть экономически играть. Тоже пока не звучит. То есть по Северному потоку-2 надо предлагать вариант, а не просто говорить, ах вы гады, вы нас скинули, трубу забрали, забрали игрушку, дайте денег, иначе будем плакать. По другим вариантам сотрудничества тоже надо говорить. Оттуда список вопросов идет. По судах уже проголосовали, по квалификационной комиссии, по высшей ради правосудия, по НАБУ новый законопроект проголосован. Усиленно голосуют все то, в чем был заинтересован Запад. Окей, ну это то, что им надо. Давайте ехать на встречу с тем, что нам надо. Не трогайте нашу локализацию. Дайте нам развиваться с машиностроением. Давайте дружить по кибербезопасности. Давайте развивать, возрождать все эти Гуамы, Люблинские треугольники, Межморья, Вышеграды. Все то, что здесь лепилось. Оно все как-то, ну Гуам вообще развалился. На тормозе стоит. То есть давайте нас, если не Евросоюз, то втягивать сюда. По безопасности у Штатов надо задавать такой же прямой вопрос. Вы нам даете статус приоритетного военного союзника вне НАТО? Или тоже не даете? Не дают. Ну тогда... Тогда что даете? Торговли у нас нет. Пугать этих арестом их счетов за границей, так у них тоже нет. Там предыдущих нескольких поколений их вечно пальцы в двери и говорят, вот список счетов, завтра все будет арестовано. И они пищали. Но эти то ли не успели, то ли не там прячут, то ли у них такого нет. Но я так понимаю это не аргумент. И опять же это пугать, это же не партнерский разговор тогда. Ну конечно. Хотя несколько поколений нашей элиты именно так и принуждали к каким-то действиям. Смотри, как ты думаешь вот эта конфигурация, которая вырисовывается во внешнем контуре, она сейчас будет влиять на внутриполитическую ситуацию? Потому что после отставки Авакова, ну и в свете вот этих многочисленных фейлов, которые там сейчас власть делает, начиная от 56.00 закона, который фискальное давление усиляет на бизнес там, и заканчивая этими санкциями РНБО, которые наплодили на уровне элиты, постоянно плодит все больше и большее количество недовольных. И вопрос времени, когда эти недовольные начнут там объединяться по интересам и пытаться простреливать в политической плоскости. Вот очень многие сейчас эксперты, в том числе и здесь в студии, и политики, и наши общезнакомые, они ожидают такой бурной осени в этом году. У тебя какие ожидания вот в связи с этим? Видишь ли ты предпосылки, что может быть движущая сила дестабилизации, и есть ли вообще такие предпосылки? Тарифы в первую очередь. В мире ресурсы сильно растут. Мы радуемся, что растет цена на наше зерно, на нашу руду, но растет же цена на газ. Там же на европейских хабах уже 15 тысяч, ну если в гривнах, за тысячу кубов. 15 гривен за куб украинцы не заплатят. Украинцы перестанут платить, выйдут тут протестовать и так далее. То есть как-то правительство этим не занимается. То есть это главный катализатор, который может ударить. Власти консолидируют или строят пирамиду явно, они усиляются, они вытесняют всех лишних, они принимают законы, которые усиляют именно президентскую вертикаль, президентскую власть. Они принимают законы, которые дают дополнительные рычаги правоохранителям, фискалам, то есть всем тем, кто может, любого гражданина, там от самого простого до самого непростого поставить на крючок и придавить. Выключаются механизмы контроля за средствами массовой информации и за сайтами. СНБО вообще может все, мы это уже видим. Вопрос для чего? То есть а какую страну строят? Страну, которая там вот будет, как это называлось у Янковича, система, программа, где там все кэш свозили куда-то, эти КАМАЗы там заезжали, хранилища. Этого мы не видим. Хоть это радует. А для чего все это? Может мы просто не знаем, куда оно свозится? Нет, ну когда это работало, и ты куда не придешь, любой вопрос в госорганы решать, они говорят, ну тут же программа, это же не мне, это же все туда... Сейчас же такого нет. То есть опять же, вот это радует, это отличает. То есть я пока не понимаю, что они строят. Ну то, что закручиваются гайки контроля, это нарушается глобальный общественный разговор, который у нас столько раз действовал, ну столько лет действовал. Когда олигархи воровали по большому, но они не трогали пипл. Пипл, во-первых, мог воровать по маленькому, на фопах мог зарабатывать, мог бусиками что-то возить, строить. Этого все не трогали. И более того, олигархи были гарантами низких тарифов, подъемных тарифов хотя бы. Сейчас со стороны власти олигархов баланс нарушен. Начинают щемить фопов, начинают щемить какие-то посылки. По контрабанде порог карминальной ответственности снизили на до 115 тысяч гривен. То есть этот бусик заезжает с шоколадками, все, его же можно сажать. Да пускай он возит свои шоколадки, он там кормит 10 человек вокруг себя. Еще двух таможенников на таможне. Нет, значит теперь из-за уголовной ответственности стоимость полбусика давай на карман. То есть зачем все это делается, зачем закручивать гайки населению, которое и было основой стабильности, я пока не вижу понимания. Да, будут протесты. То есть там вот на днях протестовали военные пенсионеры, которых много лет обижают, но они опять пришли. То есть этих организованных групп приходить будет все больше. То есть евробляхи сейчас не ездят, окей, приедут опять же вот эти маленькие контрабандисты. Там выйдут неплательщики тарифов. Начнут выселять с квартир за долги, а это все больше и больше принимается. Выйдут эти выселенцы все или будут отстреливаться. Земля. Начнут землю забирать за то, что не заплатил налоги, потому что они же понижают планку до 50 соток. Выйдут мелкие землевладельцы, организованные крупными возможно, но там тоже дожимают. Но зачем этот налог на огороды в 56-00? Ну налог на огороды, если у тебя 50 соток и больше, ты должен там уже платить. Да пускай он ковыряется в этом огороде, заработает себе картохи, вывезет на базар, накормит горожан по нормальной цене и себе заработает 2 копейки. Ну куда с него брать налоги? То есть как-то объявлена война с олигархами, а страдает даже не средний класс. Это стыдно назвать средним классом. Это вот работяги страдают. И вот они и восстанут, это двигатель революции. Да, и вот в этом аспекте как раз ситуация напоминает то, что была при Януковиче, во второй половине каденции Януковича, когда формировалась вот эта социальная среда, которая в конечном итоге взорвалась. Потому что да, я согласен с тобой в том, что нет такой финансовой централизации, которая была у Януковича. Действительно, КамАЗы там привозили эти деньги. И господи, на бассейне там у меня знакомые спрашивали, что у нас тут возят какие-то. Приезжает куча постоянная кэша, вывозят, завозят. И буквально сами это видели. Этого нету, я с тобой согласен. То есть сейчас они как-то там по-другому это все делают. Таких централизованных потоков нет. Но да, то есть сейчас вот на моих глазах, как мне кажется, на наших глазах формируется вот эта социальная база протеста на базе экономических интересов прежде всего. И у этих ребят все меньше козырей для того, чтобы это все купировать. Потому что одно дело, как бы эти там форумы какие-то, Украина-атрицы там рассказывать это все, разводить как бы пасы руками, что вот-вот что-то это начнется. Но начнется осень, начнутся тарифы, начнется... Если будет введена эта новая как бы налоговая система этим законом 5600, то тут соответственно это все начнет отрываться. Поэтому, ну я не знаю как у тебя, но у меня скорее ситуа... Ну как бы ожидание негативное, чем позитивное, вот исходя из этого. Козырь у Зеленского один, высокий рейтинг. Высочайший рейтинг, после двух лет, после всего, что сделано иметь там 30, а ближайший конкурент в два раза меньше. Это его во многом защищает. Потому что пока народ поддерживает то, что ты делаешь, значит ты делаешь правильно. И оппоненты боятся объединиться вокруг кого-либо другого. То есть олигархи боятся кому-либо другому дать денег. Потому что в случае даже политического кризиса, досрочные выборы, стартапов нет, новых лиц нет, новых политиков нет. Все равно эти же выиграют. Притом, более того, они же еще собрались переименовать, так понимаю, партию «Слуга народа» в блок Зеленского. Что было не 20, как у партии сейчас, а было тоже там 32. С бонусами всеми, еще с какой-то раскруткой перед выборами. Ну не моно-большинство, но почти моно-большинство тоже получается. Ну смотри, у Ялаковича тоже было 24-25. Ну поздней осенью этого 2013 года. Даже когда Майдан уже бурлил по полной программе, даже уже когда шли столкновения в феврале 2014 года, ну не уже тоже было 24%. Понимаешь, то есть это было много. Но погорел во многом тоже на геополитике. Опять же Вильнюс. Как раз в Вильнюсе Зеленский делал эти заявления, что вы нам огласите весь список, пожалуйста, просто. Потому что вы уже нас немного замучили. Кстати, да. Опять же, кстати, Китай тоже. Помнишь, Байдан начинается, а Янукович летит в Китай, тоже встречается с Си Цзиньпинем, рассказывает ему про своих внуков. И это, как мне свидетели этой встречи рассказывали, было достаточно комично. И поэтому, если украинская страна будет выделываться и просить слишком много и партнерских отношений, то западные партнеры могут вспомнить, что народ имеет право на восстание тоже. И все эти NGO, и watchdog и так далее, они же могут начать замечать намного больше всяких ошибок и просчетов. Ну понимаешь, вот в этой ситуации это не отвечает базовому мотиву Запада, если будет сделка с Россией. Потому что зачем поднимать такое восстание, если будет достигнута... Ну это ключевое слово, если. Если она будет. Тогда наши должны выполнять условия этой сделки, не задавать дурных вопросов. Ну да. А если будут задавать дурные вопросы, тогда могут возникнуть всяческие реакции. Смотри, вот это еще одна тема, которая всколыхнула позавчера, на протяжении последней нашей общественности. Письмо Путина. Как ты смотришь на письмо Путина? Насколько к нему нужно серьезно относиться? С Харебиным мы вчера обсуждали эту ситуацию. Мы на это смотрим как... Это письмо не для Украины, это для Запада прежде всего. Потому что это такая заявка на то, чтобы обозначить претензию на это пространство. То есть вот у нас такая история. Мы тут системный игрок, как вот Дурция всегда была системным игроком на Ближнем Востоке. Организатор такой этого пространства. Вот русские говорят, мы организатор пространства в Восточной Европе. И не случайно там сейчас та же сама Меркель заговорила о геополитических факторах относительно западных Балкан. И это тоже был такой... маленькая сенсация, потому что европейские политики на протяжении последних лет 20-30, они вообще старались уходить от каких-либо инсинуаций относительно геополитики. То есть они говорили, что геополитика умерла, чего бы вообще это все как бы прошлое. Вот твое понимание вот этого месседжа. Ну да, Путин пометил территорию. Сказал, что это мой задний двор Украина. И сюда я никого не пущу. И ключевой месседж, как по мне, был, который они и раньше неоднократно повторяли. Россия не допустит, чтобы с территории Украины возникла экономическая или тем более военная угроза для России. И она готова пойти на любые меры для того, чтобы этого не допустить. Своими маневрами в апреле они это уже показали, что они могут пойти на любые меры. Запад услышал, увидел и красные линии воспринял. Для нас в этом, конечно, ничего хорошего нет. То есть получается, да, официально объявлено это не будет, но Украина временно-невременно относится к зоне, в российском понимании, исключительных геополитических и экономических интересов России. Но слишком многие в мире об этом молчат, что означает, не протестуют против этого. Ну, своими действиями доказывают, что это так, всеми этими отказами ПДШ и Северного потока. А он написал, да, системный текст, почему это? Ну, это никому не интересно, на самом деле, эти исторические обобщения и так далее. Тем более, там же больше половины статьи, вторая половина уже не про историю, не про Киевскую Русь и австро-венгерский генеральный штаб, а уже про конкретные вещи, его оценки, что происходит. То есть, он заявляет, что он воюет не с Украиной, украинцы один народ, он заявляет, что он воюет с западом на территории Украины. Вот, что тоже для всех является определенным месседжем. То есть, это как, Донецкие считают, что они воюют с Киевом, в Киеве считают, что мы воюем с Москвой, а Москва считает, что она воюет тут с большим западом. Да, все зависит от фокуса, от фокуса и масштаба взгляда, по большому счету. Ну, а каждый позиционирует войну по-своему. Да. Ну, и сакраментально, то есть, Украина, по сути, остается один на один сейчас. Ну, вот так все выглядит, что мы, мы вроде как бы там, как-то припираемся еще к западу, но фактически, там, серьезно мы ничего не получим, если там будет какая-то помощь, ну, какая-то ситуация. То есть, 100 миллионов долларов, которые они там зарезервировали, Штаты там. В случае военной агрессии для нас, ну, это смешно. Вот. И поэтому, что? Нам остается, как бы, делать ставку на, ну, на самих себя, на внутреннее развитие и свою чучхе или что? Ну, это нереально, потому что проели почти все. Хотя, наверняка, если переговоры в Вашингтоне будут безуспешными и нам почти ничего не дадут, то будут звучать голоса об особом пути, нейтралитете, второй Швейцарии. Ну, вторая Швейцария уже не выйдет. То есть, уже вляпались и географию никуда не отменим. То есть, Швейцария, она сидит в центре Европы, поэтому она тихая гавань, когда Европа воюет между собой. А мы на геополитическом изломе. И мы же помним все слова, что без Украины Россия не будет такой империей. И это изучают во всех школах и спецшколах всех тех, кто в этом играет Украиной. Поэтому все равно надо бороться в тех условиях, которые есть и находить общие интересы с тем же Западом. Если раньше борьба с Северным потоком 2 была общим интересом с американцами, вот мы играли в одну дудку. То есть, они играли на самом деле за свои экономические интересы, потому что у них пер сжиженный газ, сланцевый, они хотели его завозить, им эта труба просто мешала. Нам она мешала, потому что она забирала эксклюзивность в нашем газопроводе. К сожалению, они потом сдались и там что-то разменяли. Но мы будем находить другие интересы общие. Предлагать партнерство. Потому что просто просить помогите, потому что мы тут за демократию и потому что мы же тут вывесили флаги Евросоюза, вы нам теперь должны денег, так не выйдет. То есть, Украина предлагать как партнера, как ресурс, как возможность, а не как просителя. Вот только это нас может спасти. А в любых контрактах четкие экономические интересы. Вот с увольнением Авакова, я боюсь, у нас просядут вопросы по локализации. Он возглавлял Украино-Французскую, Украино-Итальянскую межпроительственные комиссии. И фактически он выгрыз у этих двух машиностроительных контрактов на тепловозы и на пожарную технику 30% локализации в Украине. Французы и итальянцы стонали. Говорили, нет, 10 больше не можем. Ребята, давайте все-таки у нас есть база. Они сейчас от этого пытаются съехать. Говорят, давайте мы сначала поставим свое, продадим 70% кредит, а потом может у вас что-то построим на остатке. Не-не-не. Но тут надо, опять же, инвестированные переговоры. Ребята, подписано. Давайте с каждого транша 30% заказываем на наше предприятие. И тогда мы сможем развивать у себя машиностроение. Хотя бы хоть чуть-чуть их догонять. Потому что без этого мы дальше будем продавать зерно, руду и трудовые ресурсы. А это все убывающие ресурсы. Сейчас биржевые товары поперли, нам денег зайдет, все хорошо. Но это же тренд, который собьется тут же ценами на газ, ценами на нефтянку. И опять мы будем проседать. Ну да. Опять-таки, как было в 13-м году, когда цены поднимались, потом руда обвалилась, металл обвалился. В полтора-два раза. Плюс политическая стабильность. Если опять начнут действительно на осень шатать, это зарачья капитализация страны тоже сразу падает. Плюс ковид, к которому страна не совсем готова. Ну, мягко говоря. То есть четвертая волна, боюсь, нам может сделать большие экономические проблемы. Мало того, что опять границы закроют, никуда нас не пустят, так у нас еще придется опять все закрывать. И даже то, что хоть чуть-чуть работает. Ну да. Слава Богу, сегодня мы в зеленой зоне оказались, Евросоюза. Но учитывая там динамика, которая сейчас странах Евросоюза, и которая начинается у нас, я думаю, что через несколько недель это все закрывается. Поэтому нашим зрителям, желающим посетить долгожданные вену выпить наконец-то чашку кофе, рекомендуем делать это в ближайшие недели. Да, спешите, торопитесь. Пока еще... Окно возможностей, не закрыли опять и не замотали какой-то проволокой. Да. И лето еще теплое. Вот. Ситуация спокойная. и более-менее комфортная среда, если можно в этой ситуации говорить о каком-то комфорте. Спасибо тебе за, я считаю, конструктивную, интересную беседу. И до новых встреч.